В Ингушетии за 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение инфекционной заболеваемости на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости характеризуется как стабильная. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Ингушетии Борис Камурзоев на встрече с главой региона Юнусбеком Евкуровым. По его словам, в настоящее время в республике проводится приемочная кампания против гриппа. В 2018 году для вакцинации против гриппа запланировано более 237 тысяч человек, в том числе детей 106. Руководитель управления Роспотребнадзора по республике также сообщил, что мониторинг обеспечения населения доброкачественной питьевой водой остается приоритетной задачей службы. Качество питьевой воды за последние три года стабилизировалось по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В завершении встречи Юнусбек Евкуров поручил держать на постоянном контроле. Вопросы контроля качества и сроков реализации медикаментов, качества воды, проводить разъяснительную работу с населением по вакцинации, а также активизировать контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на рынках. У нас не зарегистрировано ни одного случая дифтелии, полиэмилита, краснухи, бруцеллеза, бещенства и крымской геморрогической лохорадки. Это особо опасные инфекции. Я думаю, в этом направлении проводится неплохая работа лечебными учреждениями. В республике в этом году, как и по всей России, более 40% мы планируем привить против гриппа вакцину в количестве 237 263 доз мы получили с федерального бюджета. Это и детская, и взрослая. Буквально на той неделе мы получили остатки детской вакцины. И эта кампания у нас идет, но тяжело идет, но все равно как-то есть из года в год какие-то подвижки. Я хотел бы отметить, что из года в год у нас где-то в среднем на 1,5-2% улучается качество воды. У нас, я вам и ранее докладывал, у нас есть проблемы на водозаборах, так как не соблюдается зона санитарной охраны. Нам надо сделать обязательно проекты зон санитарной охраны всех водозаборов. И у нас практически получилось сами пить заключение, только один водозабор – это Кантышево-Далакова. Все скважины получили. Остальные скважины пока мы не выдали сам заключение, потому что надо сделать проекты и соблюсти зоны, первый, второй поезд зоны санитарной. Я подробно там расписал. Общая сумма всего наложенных штрафов за 10 месяцев – 4 миллиона 192 тысячи рублей. Из них на сегодняшний день изысканно где-то 91% из всех штрафов. Мы где-то за 10 месяцев самих штрафов наложили 1661, предупреждение 53, штрафов с конфискацией предмета административного правонарушения 9 и приостановили деятельность объекта через суды 56 объектов. Недавно президент Владимир Владимирович Путин проводил совещание по лекарственному обеспечению. Одной из задач, которая там поставлена главным регионом – это качество лекарств и ценевая политика. Потом проверьте по качеству максимально, по цене там уже проверяют разрывный взор. Ну, по просрочению и непросрочению на это обратите вы особое внимание. Это раз. По поводу прививок. Да, здесь сложно. Не только для детей, но и для взрослых, но и для детей. Здесь мы есть там обязательства определенные, но тем не менее заставлять мы не можем. Нет такого закона. Проработать вопрос, как с местным здравоохранением, главным муниципальным образованием, больше профилактики на телевидении. То есть мы в прошлом году хорошую эту профилактику проводили. Еще раз проводите. По водозаборам. Мне о днях докладывал тоже один из руководителей. По магазкам водозабор тоже. Вокруг полностью. Не тоже санитарная зона, а сам водозабор уже в плотной застройке. Да, да. Потом давайте определим, вынесем, создадим комиссию. И уже жестко надо с населением работать, которое не понимает правила игры. Здесь не без участия самих главных муниципальных образований, которые незаконно эти земли раздают или продают. Но есть самозахваты. Здесь, я думаю, что найдем общее понимание с прокуратурой. Потому что это санитарная зона, и надо очень жестко это отслеживать. Потом давайте поработим в этом направлении. Ну и по работе рынков, по проверке рынков. Надо будет очень принципиально отнестись к рынкам. К работе рынков, особенно к тем, кто отвечает за эту работу. Так называемым, хозяевам рынков. Потому что одно дело, когда хозяин зарабатывает, а другое дело, когда он не создает условия как для самих торговцев, арендаторов, так и для жителей, которые едут за покупками. Места хранения продукции желают быть лучше, ну и так далее. Там куча есть, недостатка. Поэтому здесь над этим поработаем, вынесем туда нашу дидиум. Я тут распишу, задачу поставлю. Хорошо? Понял.